Добрый вечер! С вами Эвелина Уанн, и мы продолжаем нашу самую замечательную, яркую, вкусную рубрику Studi Diamond Etudes for Czechs, Czech, Matt and Chessman. И мы переходим к восьмому этюду. Все они очень интересные. Посмотрим, что у нас приготовил восьмой наш этюд. Итак, троицкий. Знаете, как из троицкий. Мне сразу смех рождается, и простить надо эту фамилию. Это 1895 год. Я тебя перебью, может, это троцкий? Точно, извините. Ой, какие сегодня сложные позиции Ворон-09 мне приготовил. Так и хочет, мне кажется, укусить меня за шахматное звено. Ход белых, я так понимаю, да? Совершенно верно. И очень непростая позиция, потому что нам, мы видим, да, что пешка на Ж6, ее нужно провести. Пешка вот висит на поле Ж6, потому что пешка стоит на H7, и надо что-то с этим делать. Слон у нас вчера на поле. И поэтому мы делаем ход слон H6. Поле превращения. Ну, ты уже начала вариант показывать? Да. Показывай. А вот мы вот сюда делаем. Комментирую его. Итак, слон H6. Шах. Какой ход? Король Ж8. Дальше. И вот здесь мы же можем сыграть так, или у нас на противоходе сидят? На противоходе, разве можно так сидеть? Вот, правильно, нельзя. Поэтому это отличный ход с Ж7. И теперь мы видим, что пешечка-то наша защищена. Наш план выкурить оттуда короля и провести ферзя. Вот чем мы будем заниматься. Ж7. И что здесь, как сходить к королю? Королю надо либо пешку отдавать, либо королем ходить. Он выбирает, вот, король F7. А как ему еще сходить? Так, нам, 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 нам надо... Не даем пешке идти вперед. Король Е6, пожалуйста. Король Е5. 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 Дальше. Ну, Е6. Чуть быстрее предлагай. Е6 играет он. Е6. Так, Е6, Е6. Король Д6. Почему нет? Да. Почему сомневаешься? Ты прямой вариант показываешь, не сомневайся. Куда ты пошла? Поле превращения, кто будет контролировать? Да, поле превращения, кто будет контролировать. А что здесь только вот, что делать-то? Ну, значит, обратно ходить. Ну, ужасный ход обратно-то, вот, если так, все. Ну, как все, пад сейчас будет? Пад, но мы поэтому не будем так вот делать. Мы вот король Е7 играем. Пусть пешка идет, пожалуйста. Мы же и не едим. У нее свои. Вот он вынужденный ход делает. Так. Пешка пошла. Пешка пошла. Пешка пошла. И едет. Король защиту. Пешку поменяли с местами защиту. Поменяли с местами. А мы сейчас вот что сделаем. Мы сейчас пешку вот эту съедим, но нам надо защитить пешку нашу. И в то же время... Ход делай. Сейчас. Король и Ф6 мы делаем. Ход черных. Ой, извиняюсь. После этого. После короля Ф6 ход черных. Ну, что ты меня пугаешь? Сюда он делает. Все, Ф6 он делает. И мы, 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 мы должны как-то... Сейчас этого... Как же пешку-то? Не так-то просто все, как кажется. Давайте выиграем темп. H5. H5. Штаны делает нам, понимаешь? Король, G6 вот мы делаем. H4. H4. Так. Так, так, так. Король, H6. Какой идею преследует ход король H6? Хочет выкрутить и сходить на H7 поле. А ему уже есть чем ходить. Ему пешками можно ходить. Пусть он ходит, да. А, понятно твоя идея, да. Ну ладно, подсказку, беру подсказку. Это сложная позиция, а у нас рубрика. Этюды у нас не на 15 минут. Так, мы же... Ну, слон H6 правильный ход. Ну, понятно, дальше. Король, G8. Интуитивно все. G7. G7. Король, F7 восклицательный знак. Ну, хотя это единственный ход нормальный. G8 ферзь. Да ладно! G8 ферзь? Шах. Ну, король бьет G8. Король бьет G8. Ну, понятно. В корне совершенно другая идея была. Не сохранять пешку, а жертвовать ее. Король, G6. Ну, G6, да, понятно, что здесь, а как еще отжирать? А как слоном поставить мат? Король, H8. Дальше сама. Мат в два хода. Мат в два хода. Ну, все, сюда. Ход объявляй. Король, F7, значит, G6, слон, G7. Лошара, короче. Итак, аккуратнее будьте с проходными пешками. Это вот продолжение истории. Не то золото, что блестит. Ферзя иногда надо жертвовать. Ради благих и интересных матов и целей. Их прекрасных шахматных изюминок. Берегите себя, берегите шахматные партии. Пусть они будут успешными, красивыми и похожи на эти замечательные этюды. Всего доброго, до новых включений.